28 июля в выставочном зале Калининградской синагоги открылась выставка «Воины евреи на Балтийском флоте 1941-1945». Экспозиция посвящена фронтовикам-балтийцам, которые удостоились высочайших правительственных наград. Подробности вернисажа узнаете в нашем сюжете. Мы стоим у этих прекрасных дверей синагоги. Внутри происходит выставка евреев, балтийцев, участников Великой Отечественной войны. Отношаю благодарность юристу Калининграда, лично развивающейся, и которая подсказала такую идею, что Калининград, лучший Кенигсберг, ставший ареной жесточайших боев в самом конце войны, это действительно тот форус, в котором и должно произойти подобные выставки. Михаил Рубинштейн прослужил на флоте 41 год. Сегодня 92-летний ветеран, живой экспонат, делится своими воспоминаниями. Мудрецы Талмуда говорят, что почти все моряки праведники. Как и в окопе, в море нет неверующих. Символ флота, голубой цвет, напоминает еврею о небесах, символе чистоты и духовности, и тем самым обращает его мысль ко Всевышнему, который в Торе именуется «восседающим в небесах». Голубая нитка похожа на море. Море похоже на небо. А небо напоминает нам о престоле Слава Всевышнего. Так получается, кто едет на море, то девичка на горшину бы быть поближе к полу. А так же, да? Кто едет на курорты в Калининград, то горшину бы поближе к полу. Открытием выставки калининградцы отметили День военно-морского флота. Это совместный проект общины города, главного военного раввина России Аарона Гуревича и историк Александра Энгельса. В списке героев выставки два горских еврея. Исцаил Азаров, удостоенный звания Героя Советского Союза посмертно, и Шетель Абрамов, который после войны занимал должность декана геолого-разведочного факультета Грозненского нефтяного института. С 1978 по 1983 год учился в институте, и я помню прекрасно профессора Абрамова, завкафедра геолого-разведки, который читал нам курсы геологии. Экспозиция передвижная. Следующей точкой в маршруте станет военная база в городе Балтийске.